Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой бьюти-канал снова! Меня зовут Юля, и в сегодняшнем видео у нас будет видео, в котором я буду пользоваться косметикой, о которой я говорила, но не использовала ее на камеру в действии. Поэтому я сегодня хочу использовать на камеру палетку Cinnamon Surl от Too Faced. Я слышала от своих подписчиц много раз, Юля, покажи эту палетку на камеру, и я все никак не мешалась на это, или просто не был подходящей темы видео. И вот сегодня это случится, ура! Также сегодня мы будем использовать румяна от Dior, которые я показывала также в распаковке и не показывала их в действии, мне кажется. Будем использовать румяна жидкий от Milk Makeup. Также попробуем сегодня жидкую помаду Too Faced, которая вышла вместе с этой палеткой. Возможно, я добавлю что-то еще, когда я буду снимать это видео, что-то еще новенькое, что я еще не пробовала на камеру. И сегодня я буду делать макияж и также, скорее всего, разговаривать о чем-то. То есть это будет больше, как собираясь со мной, используя косметику, которая характеризует приход осени. Поэтому, надеюсь, вам это видео понравится. Ребят, будет очень приятно, если поставите лайк под эти видео и оставите комментарий. И давайте уже просто перейдем к этому видео. Поехали! Первое, что я хочу использовать, это масло для губ от бренда Moni. Мы находили это в адвент-календаре от E-Style. Вот таким образом смотрится это масло для губ. Мне очень нравится упаковка. Шикарно смотрится, эстетично. Очень приятно на губах чувствуется и очень невероятно классный аромат у этого масла. Наверное, один из самых лучших ароматов у масла для губ, которые я когда-либо пробовала. Ну что, губки у нас увлажнены. Теперь давайте перейдем к нанесению, наверное, теней. У меня, кстати, уже сделаны брови, поэтому я напишу внизу, что я использовала вообще сегодня в этом видео. Мне, кстати, прислала Influenster посылку с продуктами от Milk Makeup. И они прислали мне базу под тени. И мне нравится этот продукт. Возможно, даже чуть получше, чем база под тени от Urban Decay. Потому что эта база, она как будто бы более мягкая. И еще, кстати, можно носить не только на глаза, на веки, но и под глаза. Это таким образом способно смягчить кожу под глазами, что тоже хороший плюс. Безумно нравится мягкость этой основы под тени. Наверное, один из самых мягких продуктов, который я использовала под тени когда-либо. Веки у нас готовы. Теперь давайте использовать саму палетку. И мне кажется, я стала защищать эту палетку, сказав, что да нет, все круто у этой палетки. Качество огонь. Я не знаю, что люди говорят, что качество ужасное. Но на самом деле, когда я начала ее использовать, я поняла, что, возможно, это не прям самое лучшее качество теней. Просто потому что шиммеры. Шиммеры здесь, они не самые блестящие, сияющие. Они чувствуются как деревянные какие-то. Я бы сказала так. Но гамма мне очень нравится. И я покажу сейчас свочи вам этой палетки, чтобы вы увидели вообще, чтобы у вас было представление, как эта палетка свочится. Свочится она, кстати, хорошо. Наверное, хотелось бы, чтобы было больше пигмента и больше сияния в этой палетке. В особенности в шиммерах, естественно. Мне кажется, эта палетка понравится тем, кто любит простую такую ежедневную цветовую гамму а-ля нюдовые оттенки. И, конечно же, три ярких пятна в этой палетке. А именно, оттенки фиолетового, сиреневого и вот этот вот шиммер, который больше как дуахром, кстати. Да, в нем есть немножко дуахромности. Это факт. Красивый шиммер. И я, наверное, буду сегодня его использовать в макияже. Мы посмотрим. В прошлом году гамма была, конечно, поинтереснее. Гамма была такая, что я до сих пор использую старую свою палетку больше, чем эту. Смотря на эту палетку, естественно, возникает сразу два образа, которые я хотела бы сегодня сделать. Либо это будет макияж прям вот нюдовый, используя большое количество коричневых оттенков, оттенков бронзовых оттенков, да, тоже. Либо это будет просто макияж с сиреневыми оттенками. Так как у нас сиреневых оттенков не очень много, наверное, все-таки хочу использовать именно коричневые цвета. Все-таки это больше как осенний макияж. И, наверное, я хочу начать с оттенка под названием Sugar Rush, самый светлый. Кстати, ребята, эти тени пахнут очень вкусно. Я не сказала бы, что они пахнут как булочки с корицей, но определенно в них есть аромат осени, вот типа pumpkin spice. Я, наверное, pumpkin spice, именно тыквенная латта, что-то вроде такого ощущаю. Булочки не особо. Я нанесу этот оттеночек на все века. Мне очень интересно, вот только у меня такое или нет. Но когда идет переход из одного сезона в другой, вот это вот между, между сезонья, межсезонья, да, я всегда ощущаю себя менее продуктивной, поэтому у меня нет вдохновения. Наверное, это можно видеть в том, как я не часто сейчас стала запускать ролики. Я извиняюсь. Честно, я пытаюсь работать над этим, чтобы у меня было больше мотивации выпускать разные видосики. Для одного из самых светлых оттенков это очень даже неплохой результат, как смотрятся эти тени. Мне нравится. Я хочу взять вот этот оттеночек, который называется Leak the Spoon или облизывай ложку. Пока что я не вижу, чтобы эта палетка как-то плохо показывала себя в действии. В принципе, это очень пигментированные оттенки, и я пока не вижу чего-то плохого в ней. Да, возможно, эти тени и пылятся, но, мне кажется, для тех, кто только пока начинает исследовать макияж, разные бренды и не хочет, чтобы прям была такая невероятная пигментация сразу же на их глазах, чтобы было время поработать с оттенками и растушевать во время их, наверное, это очень даже хороший выбор. Нанесу это в складочку века и чуть-чуть растушую, естественно. И то же самое на втором глазу. Наверное, я все-таки хочу взять оттенок, который называется Cinnamon Swirl, потому что это название палетки, собственно. Я возьму вот такую плоскую кисточку от Sigma под номером Е25 и возьму этот оттеночек. Очень хорошо пигментированные тени, очень это нравится. И постепенно буду растушевывать это влево. Кстати, сегодня я прям реально думала, какое видео я хочу записать. Так легко, когда у тебя есть что-то новое, о чем снимать видео, а когда у тебя пока нет прихода этих новинок, ты начинаешь думать, ой, что же я хочу снять. И, естественно, ты хочешь снять какое-то видео, которое будет интересно другим людям, да. Но когда новинок нет, это сложно. И вот тогда, наверное, и проявляется эта творческая сторона бьюти-блогера или любого блогера, понятное дело. Поэтому я очень надеюсь, что сегодняшнее видео оно вам понравится. И чуть-чуть подтушует той же самой кисточкой, более пушистой. Не знаю, ребят, видите вы или нет, но как будто бы вот этот темный оттенок Cinnamon Swirl, он определенно залипает. Немножко печально, честно, потому что это очень красивый оттенок. Кстати, у меня здесь прыщик небольшой, поэтому тени не смотрятся настолько шикарно, насколько я это предполагала. Далее самое интересное, это, конечно же, шиммеры здесь. Их большое количество, выбрать есть из чего. И сейчас я реально не знаю, какой шиммер я хочу, потому что каждый из них нереально просто красив. Мы все-таки попробуем шиммер под названием Sticky Fingers. Мне кажется, он просто идеально подойдет к этому макияжу. Вау, это действительно очень красивый шиммер с розоватым потоном. И я не знаю, сейчас на глазах я не вижу этой доохромности в нем, если честно. Хотя, когда я его свочила, я это видела. Кисточкой он не очень хорошо носится. Так, Чарли, мой кот точит ногти. А кресло. Давайте еще раз попробуем кисточкой. Ну да, такой шиммер, который виден еле-еле, я бы сказала так. Может быть, пальцем он будет лучше наноситься? Другое дело, пальцем это наносится в разы-в разы лучше. Мне это нравится. Дальше я хочу пробовать вот этот шиммер под названием Sugar Rush. Он смотрится, кстати, очень симпатично. Нанесу его вот сюда. Можно четко увидеть, что этот оттенок переливается как двумя разными оттенками. Я не знаю, видно ли вам это или нет. На глазах этого доохрома не видно, он исчезает. Что-то немножко печально, согласитесь. Я буду использовать более темный оттенок, который называется Simi Rolling. На ту же самую плоскую кисточку. Нанесу его вот сюда. И на середину века я хочу нанести вот этот оттенок, который называется Gooey Godness. Я сначала думала, что это доохром, но нет, это обычный шиммер. И в самом деле этот оттенок настолько светлый, что его почти даже не видно вот здесь, куда я нанесла его. Поэтому я думаю, что пока что это все, что я хотела сделать с глазами. Теперь давайте перейдем к тону. В качестве тона я предпочитаю сейчас использовать кушены. У меня есть два таких продукта. Первый от Pitch Sea. Я заказывала его с E-Style. И второй от Moonshot. Я знаю, что оба эти кушена очень популярны. И я даже знаю, что многие американские блогеры используют именно этот от Pitch Sea. Я в первый раз заказала кушен от Moonshot. И я поняла, что он невероятно светлый на мне. И потом я заказала этот от Pitch Sea. И я поняла, что он прям идеально подходит мне по оттенку. Кушены я предпочитаю использовать, потому что их легче наносить, например, сравнивая с тональными кремами. Не нужно мочить спонж, возюкать спонжем по лицу, потом закреплять это все. Кушен это то, что ты носишь на лицо, и бах, он уже закрепляется сам. И потом уже можно перейти к следующему этапу макияжа. И все это гораздо быстрее, да, именно с кушенами. Поэтому я предпочитаю сейчас ими пользоваться. Но перед этим, наверное, все-таки хочу нанести праймер на лицо. В качестве праймера мы будем использовать сегодня праймер от Tatcha. Называется он The Silk Canvas. И этот праймер я люблю использовать, когда я пользуюсь какой-нибудь очень сияющей тональной основой. И в данном случае это у нас кушен. Я просто не хочу, чтобы мои поры выглядели огромными, как кратеры. Поэтому всегда здорово использовать праймер. Этот кушен от Pitch Sea у меня в оттенке 02, тогда как кушен от бренда Moonshot, он в оттенке 101. И сейчас я покажу вам, насколько они различаются. Прям действительно видна разница в тоне, которую я выбрала. Это кушен от Moonshot в оттенке 101. И это кушен от Pitch Sea. Можно видеть, что кушен от Pitch Sea, вот этот вот, он гораздо лучше подходит мне к моему тону кожи. Кушен от Moonshot определенно гораздо более белесый, чем, наверное, я хотела бы этого. Поэтому будем использовать кушен от Pitch Sea. Кажется, что кушены в свое время были очень-очень популярны. В какой-то период времени это было супер популярно и модно использовать именно кушены, а не тональной основы. Сейчас все-таки тоже кушены популярны, но в особенности, мне кажется, летом это вот их время, потому что они очень легкие. И у них SPF 40 и выше, как правило. Многие европейские и американские бренды выпускают их. Я помню, какой бренд Lancome вроде недавно выпускал кушен, Dior выпускает кушен. Очень легко ими работать. Не нужен спонж, ничего, и можно на ходу даже поправить свой макияж. Насчет опадашек. Эти тени, они могут опадать. У меня здесь есть, конечно, опадашки от шиммеров, но я не думаю, что это прям очень критично. Это меня не очень расстраивает. Будет очень интересно, ребят, узнать, есть ли у вас любимый корейский кушен или американский, американского бренда. Очень интересно узнать, как вы относитесь к ним. Предпочитаете ли вы больше старую добру тональную основу, или вы также любите экспериментировать с тональными основами и использовать, например, корейские кушены. Далее я хочу нанести немного консилера от Rare Beauty. У меня он в оттенке 150C. И я, если честно, долгое время пользовалась им, когда я только приобрела косметику Rare Beauty. И потом я поняла, что я вообще не пользовалась этим консилером и даже ее тональной основой не знаю сколько. Поэтому недавно я опять открыла этот консилер и поняла, что да, вообще-то он очень даже классно смотрится при естественном макияже. Кстати, у Rare Beauty выходит палетка их, которая выглядит как будто бы как и предыдущая палетка Rare Beauty. Когда только Rare Beauty бренд вышел, все прям были в таком восторге, все только так обзоры были на этот бренд, да. Но мне кажется, когда подутих этот хайп бренда, как-то перестали многие относиться с таким восхищением к релизам этого бренда. Даже для меня лично я не была так восхищена о бренде, как момент, когда он только вышел. Даже не знаю, что я думаю об этом бренде. Мне не очень понравилась их тональная основа. И многим она, кстати, не очень понравилась, потому что не очень хорошо держится в течение всего дня. И она не застывает на коже, не засыхает. Она просто перемещается вместе с вами весь день на лице. Исти, шикарный Rare Beauty тоже. Единственный бренд, мне кажется, который прям все ждут, когда же он выйдет уже, это бренд Ариан Гранде. Но там по картинкам можно видеть, да, что палетка Ариана Гранде, с которой она вроде бы выходит, выйдет. В скором будущем она невероятно похожа на палетку Rare Beauty. Форма самих теней, как они расположены в палетке в рефилах, очень... Это очень странная формула, напоминающая полумесяц, и многие уже сравнивают будущую палетку Ариана Гранде с палеткой Rare Beauty. Я определенно слежу за новостями от Арианы Гранде, и очень-очень хочу сильно попробовать ее бренд уже. Определенно этот кушен у меня просто выбеливает полностью. Я, наверное, сейчас выгляжу, ребят, как привидение. Настолько этот кушен выбеливает, просто невозможно. Наверное, мне 100% хочется использовать какой-нибудь бронзер, 100%. Я буду использовать бронзер от Iconic London. Я получала его в каком-то наборе с Sephora, и он у меня в оттенке Caramel Glow. Этот бронзер, он с небольшим секретиком. Его не рекомендуется наносить, например, спонжем. Его лучше наносить именно кистью синтетической, потому что иначе он вообще с легкостью может исчезнуть с вашего лица пигментом. И я буду использовать вот такую кисть свою, уже любимую от Luxie. Кстати, ребят, вы можете поздравить меня. Я отписалась все-таки от BoxyCharm. Да, ура, это произошло. В общем, я долгое время думала, хочу ли я быть подписана еще или нет. И к тому же я делала видео, да, в прошлый раз. Я говорила, что как бы я реально хочу отписаться. Я не объяснила, почему, наверное, да, вот какая-то причина может быть больше, чем потому что у меня столько много косметики. И причина в том, что я смотрю много же видео, да, распаковки, там, BoxyCharm, Ipsi. Я часто вижу в комментариях, что люди говорят, вообще-то я тоже отписалась от, там, Ipsi или BoxyCharm, потому что у людей уже столько копится косметики, ухода, которые они просто не успевают использовать. И в итоге это все накапливается, ты как Плюшкин, да, с этой косметикой в одном ящике косметика, в другом ящике уход. И это может тебя делать печально, потому что ты видишь вот это вот большое количество скоплений косметики, которые ты знаешь и, наверное, даже не используешь за всю жизнь, понимаете? И на выходных я все-таки решила перебрать свой уход, переложила это в более красивый такой ящик. И, в общем, я поняла, что у меня невероятно большое количество ухода. Некоторый уход я еще даже не открывала со своих, там, предыдущих бьюти-боксов, да. Поэтому я просто села и трезво спросила себя, Юля, какой бьюти-бокс тебе не нравится больше всего? Какой тебе не нравится получать? И это было именно BoxyCharm. Я уже, чувство, разговаривалась в начале видео, я извиняюсь, я прям не была такой разговорчивой, потому что действительно из, наверное, пяти продуктов ты получаешь один, который стоит, да, твоего внимания. И вопрос, собственно, зачем быть подписанной на бьюти-бокс, если ты знаешь, что ты получаешь там один классный продукт и все остальное это какое-то барахло, барахлишко, которое тебе потом придется кому-то передаривать, отдавать просто так за бесплатно или там давать в какие-то организации благотворительные. Поэтому пока что я на Ипси. Я не знаю, буду ли я еще пока делать распаковку с Ипси, но посмотрим. Может быть, нет, потому что это всего лишь один бьюти-бокс, да, чего не знать, что вы думаете об этом. Посмотрим, в общем, что я еще буду делать. Но я рада, что я сделала хоть какое-то изменение в пользу того, чтобы у меня было меньше накоплений косметики. Сейчас, мне кажется, многие, знаете, реально очень многие стараются избавляться от всех этих завалов, непонятных косметики, потому что все начинают осознавать, что косметики должно быть ровно столько и ухода, сколько ты можешь физически использовать. Я все-таки стараюсь приходить, не знаю, к более продуманному употреблению, если правильно выражаюсь. В общем, я стараюсь быть более аккуратной в том, что я покупаю. И мне кажется, в прошлом году даже я, о боже, покупала столько адвент-календарей, я покупала много новинок косметики. Но одно дело, когда ты покупаешь косметику для себя, а другое дело, это когда ты получаешь бьюти-боксы, как бы ты же не знаешь, что там. Не все же ты получаешь в бьюти-боксе, что тебе интересно, и что ты выбрала даже сама. В этом году я определенно чувствую, что я как-то снизила обороты с косметикой. И, наверное, поэтому, когда у тебя не так много новой косметики, о которой ты говоришь, ты начинаешь думать о каком-то другом контенте, который ты бы хотела делать. Тут уже начинается вот это вот, а что бы снять? А что бы снять? Потому что правильно, когда у тебя есть новая косметика, гораздо проще найти время, чтобы записать видео об этом, и не нужно думать о том, чтобы записывать, потому что все уже приходит тебе так в голову. Насчет румян. Румяна у меня очень много, ребят. Я делала обзор на MAC и их Strobe Face Glaze Illuminizer. Это больше как липкий гель. Я не знаю, в нем есть пигмент, но не прям он супер классный. Я не знаю, не очень пигментированный продукт. Эта упаковка прям супер вау. Я делала обзор на Colourpop, и у меня три разных цвета румян от Colourpop, и каждый из них смотрится супер невероятно классно. Вот эти румяна, кстати, от NYX. Это, наверное, то, что я использую всегда осенью, потому что это такой оттенок пыльной розы, запыленой розы, который просто невероятно здорово подходит к вот этому осеннему периоду. Я просто пока не знаю, какой оттенок румяна хочу использовать. Вот таким образом выглядит этот оттенок румян. Мне кажется, его даже можно использовать и на губы, потому что, ну, текстура у него такая, что и на губную помаду это тоже очень похоже, не только на румяна. И это румяна в мусовой текстуре. Дальше у нас есть румяна от Rare Beauty. А, точно, мы хотели же, мы хотели с вами попробовать румяна от Milk Makeup. Я уже совсем забыла об этом. Дошла эти румяна. Мы сегодня будем использовать румяна от Milk Makeup, которая называется Bionic Blush. То есть, это румяна, которые сделаны на больше, чем 90% из натуральных ингредиентов. И у меня они в оттенке Infinity. Это, наверное, самый популярный оттенок этих румян. Я, если честно, их пробовала однажды, но я не могла понять, насколько этот оттенок прям зашел мне, потому что они мне показались достаточно прозрачными. По своей текстуре вот таким образом выглядит упаковка. Я не знаю насчет упаковки. И мне кажется, что это та упаковка румян, которую очень легко потерять в завалах косметики. Вот, допустим, что-то вроде такого не так легко потерять, да? А это тюбик какой-то, понимаете? В общем, не знаю. Сейчас я покажу вам сводч этих румян. Они достаточно жидкие. Вот таким образом смотрятся эти румяна. Такой коралловый оттенок, очень красивый. Запах масла какого-то подсолнечного или не знаю какого. И когда я пытаюсь их растушевать, они определенно показываются очень прозрачными по своей текстуре. То есть, да, они не плотные ни разу. Это будет очень естественный вид у ваших щек, если вы нанесете эти румяна. Я буду использовать свою кисть от Penty Beauty под номером 125. Давайте растушуем это все. Натуральный оттенок румянца, как будто вот у вас реально румянец на щеках. Мне пока, в принципе, нравится. Я в прошлый раз, мне кажется, наносила их, используя спонж. Но кистью, понятное дело, пигмент виден чуть лучше, чем используя спонж. Да, таким образом они смотрятся. Прикольно. Неплохо смотрятся, кстати. И немного нанесем на нос. Дальше я хочу использовать консилер от Maybelline. Называется он Instant Age Rewind Eraser. То есть, это консилер для разных целей. Его можно использовать как под глаза, так и на все лицо, чтобы сделать такой легкий контур. И я использую его именно на все лицо, чтобы, допустим, подредактировать границы растушевки там румян или бронзера и так далее. Я люблю его использовать под брови. Я была в шоке немножко понять, что я вообще ни разу не использовала, наверное, ни одного консилера от бюджетных брендов. На самом деле, этот консилер, он очень даже легко может дать фору консилерам за там 30 долларов, потому что, ну, он хорошо работает. У него идеальное покрытие и он не стоит как крыло самолета, как, допустим, любые другие консилеры от известных брендов Sephora. Я еще иногда люблю наносить его, кстати, вот сюда. Таким образом, чтобы почистить немного губы перед нанесением помады. Далее, давайте попробуем наши румяна от Dior. Это просто невероятно маленькая упаковка румян, которые очень смотрятся крошечными. Здесь 4,6 грамм продукта и у меня оттенок Rose Glow. Я установила себе напоминалку в сифоровском приложении, что когда они появятся, уведомите меня об этом. Меня уведомили, когда они появились в стоке в наличии, я их быстро закинула в корзину. Сначала я закинула два оттенка, но в итоге решила взять только один розовый, потому что вроде бы он более интересный и наиболее популярный, понятное дело, из линейки этой Dior. Эти румяна, они на самом деле не розовые, они вроде бы без оттенка. На самом деле, оттенок румян, он показывается только когда вы наносите его на кожу лица. Именно pH-баланс вашей кожи сделает румяна такими, какими они и должны быть на вас. То есть на каждом они будут смотреться по-другому. Давайте же посмотрим. Сейчас я немножко уберу свет. Надеюсь, вам видно, ребят. Очень симпатичный такой розовый цвет. Я пока даже не вижу, чтобы они как-то меняли свой цвет. Определенно, это не те румяна, которые стоят там сколько, 35 долларов? Как бы нет. Но упаковка-то так мило, и это Dior. Конечно же, что-то в этом есть необычного, когда ты видишь, что какой-то макияжный продукт хайпуется в ТикТоке, и тебе хочется купить его, потому что, ну, это же на хайпе, как бы все это хотят, и это не в наличии нигде. Ты получаешь это, и ты такая, окей, это просто, ну, румяна и румяна, понимаете? Это делает меня счастливой, когда они у меня есть в моей коллекции. Далее я хочу использовать пудру, которую мы нашли в адвент-календаре от E-Style. И эта пудра стала той пудрой, которую я использую каждый день, потому что она очень легкая, и она пылит, да? Но она дает невероятный финиш вашей коже, то есть она вроде бы и матирует кожу, но в то же время оставляет ее красивой, такой сияющей. Она выглядит только вот белесой, но по факту, когда вы наносите ее на лицо, она, в принципе, не дает вам белесости какой-то. Пахнет, кстати, немножко персиком. Дальше я хочу закончить все-таки макияж глаз. Для этого я хочу взять, наверное, вот этот оттенок, который называется Cinnamon Swirl, и вот такую супер маленькую тоненькую кисть от Ruffer. Я нанесу это на нижнюю часть ниц. И напоследок я хочу взять вот этот оттенок под названием Sticky Fingers, нанести его на нижнюю часть ястниц у внутреннего глаза. У внутреннего уголка глаза, я извиняюсь. Чтобы у нас было чуть больше розового оттенка, который будет идеально подходить к моей кофте сегодня. Тушь, которая меня поразила, это тушь от Essence Lash Princess Volume. Она дает очень хороший объем ресничкам. И меня поразила также форма самой щеточки. На этой щеточке гораздо больше щетинок именно в начале, чем в конце. И она такая, как будто бы изогнутая. И именно эта изогнутость и дает эффект объемных ресниц, как будто бы они накладные у вас. Я даже иногда не использую накладные ресницы, когда использую эту тушь. Настолько она управляется с этим делом. Что, с тушью мы закончили. Теперь давайте перейдем к хайлайтеру. Сейчас моим любимым хайлайтером, который я использую почти каждый день, если я хочу добавить больше сияния моим щечкам. Это будет хайлайтер от Jaclyn Hill в оттенке Iced. Дико извиняюсь, ребята, за свой бэкграунд, потому что он то включается, то выключается мой свет. Поэтому извиняюсь. И это, наверное, все-таки один из самых популярных хайлайтеров от Jaclyn Hill, с которым она вышла, с которыми она выходила за последний год, наверное. Этот оттенок понравился очень и очень многим. Потому как он является тем самым оттенком хайлайтера, который смотрится на всех отлично, хорошо. Он не уходит в какое-то сильное золото. Он золотистый. Да, этого нельзя отрицать. Я бы сказала, он смотрится нейтрально, когда вы наносите его на щеки. И мне кажется, это удивительно, потому что когда ты видишь рефил, сам ощущение такое, что он будет прям чрезчур золотистым, но нет. Вот сейчас вы увидите, насколько этот хайлайтер идеально смотрится на щеках. Я использую кисточку от Morphe под номером, кстати, 501. Просто тот самый идеальный блеск, который... Как будто бы у вас щеки сами светятся изнутри. Вот такое ощущение на самом деле. Его можно нанести в два-три слоя, тогда, понятное дело, блеск будет гораздо более интенсивным. Но это тот хайлайтер, который дает вам естественный блеск. То есть это не какой-то блеск сумасшедший. Нет. И я предпочитаю его использовать как для дневного макияжа, так и для вечернего, куда-нибудь на выход тоже. Но теперь пришло время, естественно, использовать какую-нибудь помаду, чтобы закончить этот макияж. Я буду использовать жидкую помаду от Too Faced в оттенке Cinnamon Bun. Мило, что упаковка этой жидкой помады перекликается с упаковкой палетки, потому что помада эта просто идеально пройдет к макияжу с этой палеткой. Понятное дело, это все вышло вместе, так как полноценная коллекция. Пахнет невероятно здорово, такой аромат сладкой корицы. И вот таким образом смотрится помада от Too Faced в оттенке Cinnamon Bun. Мне очень нравится формула этой жидкой помады. Она держится весь день, не сушит губы. Поэтому эта жидкая помада определенно одна из самых лучших покупок, которые я сделала этой осенью. Наверное, это все, что я хотела показать вам в плане косметики. Последнее, что я хочу сделать, это использовать спрей от, как называется, Benefit. Да, называется Spray The Porefessional. Я хочу просто убедиться, что мои поры, они исчезли, можно сказать. Но, если честно, я хочу просто закрепить макияж. Приятно ощущается этот спрей определенно. Мне нравится. Да, ребята, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Видео, в котором я пробовала свои старые покупки косметики, которые я до этого не показывала на камеру. Я точно хочу сказать, что палетка Too Faced, которую я сегодня использовала, мне понравилась. Я не увидела каких-то глобальных проблем с ней. Единственное, что, наверное, мне не очень понравилось, это то, что некоторые оттенки могут залипать как будто бы на веки. Ну а так, в принципе, классная палетка. Вообще, на любое время года, в принципе. Здесь есть разные оттенки, с которыми хочется поиграться. Но, конечно, в основном эта палетка больше на коричневой стороне. Качество, оно очень даже неплохое. Я бы сказала, оно хорошее. Палетка достойна вашего выбора, если вам нравится именно формула Too Faced. Все остальное мне понравилось, что я использовала. Единственное, что, наверное, вот этот кушен, который я сегодня использовала, он не очень прям гладко сел на мою кожу. Может быть, это праймер. Я виню праймер, потому что я ни разу не использовала этот праймер с этим кушеном. В общем, как будто бы кушен, он немножко пятнами лег вот здесь. Может, потому что у меня кожа сухая, я не знаю. Так, в принципе, мне все понравилось. Надеюсь, вам тоже все понравилось. Если да, то ставьте лайк этому видео. Я обещаю, на этой неделе будет у нас очень много интересных видео. Поэтому следите за обновлениями, будет много всего интересного. И на этом я буду заканчивать свое видео, ребят. Спасибо большое за просмотр. Желаю вам прекрасного дня, хорошего начала недели. И чтобы у вас всегда получался идеальный макияж. Ваша Юля, не прощаюсь. Всем пока. Всем пока.